Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. Сегодня мы будем с вами читать 32 главу этой книги, в которой мы находим 22 стиха. Что мы здесь видим в 32 главе? Иов и его друзья как бы успокоились, и некому было что-либо добавить к сказанному, как друзьями, так и Иовам. Настало как бы время вмешаться некому посреднику. Потом будет говорить уже Бог. Об этом другие главы. И этим человеком-посредником становится Илиуй. В данной главе рассказывается немного о нём самом. Он молодой человек, и по тому регламенту, который существовал в те времена, конечно, он говорит после людей более зрелых. И это логично. Итак, о нём рассказывается немного. Его происхождение, участие в споре и переживаниях с 1 по 5 стих. Он приносит извинения за то, что он молодой человек, дерзко решает коснуться вопроса, который так детально изучили его наставники, скажем так. Он ссылается на то, что, хотя не обладает опытом пожилого человека, тем не менее имеет разум человека. Он терпеливо выслушал всё, что они хотели сказать друг другу, об этом с 11 по 13. Он хочет внести новое некое предложение. 14 по 17 стих. Он говорит нескоропалительно. Он думал, он обдумывал каждое слово, вот эту сложившуюся ситуацию. И теперь ему важно, если он как бы приставит на суд свои мысли об этом с 18 по 20. Он желает при этом быть, конечно же, нелицеприятным с 21 по 22. И Иллюй действительно говорит настолько хорошо, что Иов ничего не отвечает ему, и Бог не упрекает его. Когда он, Господь, обуздывает Иова и его трёх друзей. Но надо сказать, что у отцов в церкви разное отношение к Иллюю. И одни говорят и пишут о нём хорошо, другие не очень хорошо, даже подозревают его высокомерие и гордыни. Григорий Двоеслов даже видел в Иеуи предтечу дьявола, который своими словами хочет смутить человека, бросить вызов людям в их рассуждениях. То есть есть разные взгляды на него, кто это, что это, но есть отцы, которые с интересом исследуют его слова. Наверное, последуя апостолу Павлу, который говорил, всего испытывай, хорошего держись. Теперь нам предстоит с вами разобрать его речь. Итак, о самом Иллюи говорится немного, о его происхождении, участии в споре и переживаниях. И мы читаем с первого стиха по пятый. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, что значит «потому что он был прав в глазах своих», они увидели, убедились, что у него есть свои аргументы. Вот любой конфликт, например, одна семья с другой, одна страна с другой страной, каждая сторона, как правило, считает себя правой в глазах своих. Может быть, это связано с тем, что у всех есть какие-то свои аргументы, и одни и те же события оцеливаются по-разному. И вот когда эти три мужа перестали отвечать Иову, они поняли, что у него есть свои аргументы, о них тоже услышали. «Тогда воспылал гнев Иллюя, сына Варахиилова, фузитянина из племени Рамова». Здесь говорится о его происхождении, о его семье. Шем Мишпаха – имя семьи. Он сын Варахиилов из племени Рамова. «Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. И на тех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Иллюй ждал, пока Иов говорил, потому что он летами был старше его». Иов летами был значительно старше Иллюя, поэтому Иллюй молчал. И мы можем предположить, что он был самый младший. Он дал высказаться трём друзьям Иова и самому Иову. Пятый стих. «Когда же Иллюй увидел, что нет ответа в устах тех трёх мужей, тогда воспылал гнев его». Вот здесь надо понять, в каком смысле воспылал гнев его. Это ревность, связанная с собственным представлением о справедливости. Действительно, нельзя же гневаться на человека за слова. Но если нам кажется, что человек попирает истину, мы можем вступиться за истину. В толковой православной Библии говорится «выступление Иллюя предаёт действию книги Иова новое направление, приводящее к развязке. Своей защитой теории земных мздовоздаяний друзья не могли убедить Иова в законности постигших его бедствий. Продолжение речей в том же духе было немыслимо, так как при подобных условиях споры тянулись бы в бесконечность. И не была бы выполнена цель книги. Осталось бы неразъяснённым, каким образом страждущий праведник Иов, закончивший свою речь, свидетельством о своей невинности, поборол искушение, укрепился в вере, как добро восторжествовало над злом. И так, как его вера колебалась ложными односторонними взглядами на отношение Бога к нему и миру вообще, то для её поддержки требовался их разбор, опровержение. Подобную задачу берёт на себя Илёвый. Так, в противовес заявлению Иова, что Бог, поразивший его бедствиями, враждебен к нему, он указывает на воспитательные значения страданий. 33 глава, 8 стих и другие. Вопреки мнению Иова о божественном произволе, нарушаемом некими неточностями, как бы нарушается правда, Иуй доказывает, что произвола нет и быть не может. И, наконец, рассматривая грех не как тот или другой частный поступок, но как неправоту, испорченность всякого человека, выводит отсюда, что правда Божия может являться наказывающей и карающей всякого человека, хотя бы он не замечал за собой каких-либо особенных частных поступков. Он, Ильюй, приносит извинения за то, что дерзко решается коснуться вопроса, которые так детально изучили его наставники. он ссылается на то, хотя не обладает опытом пожилого человека, тем не менее имеет разум человека. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Ильюя сына Варахиилова, Фузии Тянина из племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Первое. Почему Элеуй возвышает свой голос против Иова? Иов оправдывает себя в то время, как он должен был оправдывать божественное правосудие. И не сомневаться в нем. На это обращает внимание толковая православная Библия. Гнев Илеуя воспылал на его товарищей за то, что они не нашли, что отвечать на аргументы Иова, но при этом продолжали спорить. А это бессмысленно. Надо отвечать на каждое возражение по порядку и в том порядке, в каком эти возражения они предлагались. Илеуи ждал пока Иов говорил, потому что они летами были старше его, то есть и Иов и его друзья. Когда же Илеуи увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Илеуи, сын варахиилов, фузитянин, и сказал «Я молот летами, а вы старцы». Поэтому я рабел и боялся объявлять вам мое мнение. На самом деле в этих словах есть смысл, хотя в некотором смысле далее Илеуи их будет опровергать. Илеуи говорит «Я молот летами, а вы старцы». Есть заповедь 19 глава книги Левит, 32 стих, где сказано «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего я Господь». Здесь немножко непонятно, почему как бы одно сочетается с другим. «Пред лицом седого вставай и почитай, и бойся Бога твоего я Господь». Старец это тоже некий образ Бога. Образ Бога в том смысле, что с годами люди становятся более премудрые. И когда человек доверяет опыту молодых больше, чем опыту старцев, это может кончиться бедой. И в третьей книге царств, 12 глава, 6 по 8 стих, мы читаем, «Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, как посоветуете вы мне отвечать всему народу? Они говорили ему и сказали, если ты на сей день будешь слугою народу всему и услышишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он, то есть Раваам, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. В результате происходит разделение еврейского народа, раскол еврейского царства, потому что этот неразумный царь Раваам отверг совет старцев и стал прислушиваться к молодым. Но иногда бывает ситуация такая, что молодой человек не выступает старцу, и Илюй говорит, «Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости». То есть он понимает, что люди со многими днями, многолетние, они должны изрекать мудрость. Далее. «Но дух в человеке и дыхание в содержителе дает ему разумение». То есть разумение, оно все-таки не от многих дней жизни, не от многолетия. Но дух в человеке и дыхание в содержителе дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду, поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. И в православной толковой Библии говорится, объясняющие молчание или уя соображения оказались, однако, недостаточно основательными и убедительными. Мудрость находится в зависимости не от возраста, а от обитающего в человеке духа и дыхания Вседержителя. Она принадлежность человека вообще, то есть мудрость, как разумного существа, но не в одних стариках. Действительно, иногда бывают люди, которые с годами не обретают мудрость. И в Священном Писании в Евангелии от Луки 6-я глава 45-й стих Христос говорит, ибо от избытка сердца говорят уста его, то есть уста человека. Если Бог дает этот избыток, то человек его может проявлять. Итак, Илеуй терпеливо выслушал все, что они хотели сказать об этом с 11-го по 13-й. «Вот я ожидал слов ваших, вслушивался суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать». Вот здесь легкий сарказм. Вы придумывали. Человек не должен что-то придумывать. Человек не должен создавать некие искусственные конструкции. Человек должен говорить о тех божественных знаниях, которые получил. Далее. «Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». Он как бы говорит, «Никто из вас по-настоящему не обличает Иова, потому что не отвечает на слова его». То есть они просто говорили какие-то гневные слова, ну, в разной мере. «Не скажете «Мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек». То есть они как бы расписали в своем бессилии, оставив Иова один на один своей бедою. По сути дела, в некотором смысле, эти друзья, они сыпали соль на рану. И Леуи хочет внести некое новое предложение. 14-17 стих. «Если бы он, он, то есть Иов обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему». Мы уже видим проблемы этих людей, они не учитывали аргументы Иова, они их игнорировали, как в любом конфликте. Если какая-то сторона игнорирует довды, аргументы другой стороны, это преступная халатность, как минимум. «Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то я отвечу с моей стороны и объявлю мое мнение и я». И Леуй, похоже, очень много обдумывал сложившуюся ситуацию, и он хочет высказать свои мысли, и это будет для него как бы форма облегчения. И мы читаем с 18 по 20 «Ибо я полон речами, дух во мне теснит меня, как и Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться подобно новым мехам, поговорю и будет легче мне, открой уста мои и отвечу». Итак, Иллиуй желает при этом быть нелицеприятным, об этом с 21 по 22, и Иллиуй действительно говорит настолько, ну, с точки зрения риторики хорошо, что даже Иов ничего не отвечает ему, и Бог не упрекает его, когда он обуздывает Иова и его трех друзей. И некоторые экзегеты даже считают, что речь Иллиуи это некая вставка, поздняя вставка, потому что непонятно, кто это такой, почему раньше мы как бы его и особо не видели, скорее всего, это был ученик одного из друзей Иова. Итак, что он говорит? На лице человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану. Здесь он говорит, что да, вы старцы, да, вы учителя, да, вы наставники, но здесь совсем тупиковая ситуация, я обязан вмешаться. Потому что я не умею льстить, я не умею льстить, сейчас убей меня, творец мой. А, почему такие слова сейчас убей меня, творец мой? То есть он как бы заранее все свои слова, все свои рассуждения ставит на суд Божий. И он говорит, если я что-то скажу не так, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, пусть гнев обрушится на меня. Итак, чему нас может научить эта сегодняшняя глава, как не тому, что надо очень осторожно относиться к своим словам. как и Христос говорит, что человек от слов своих осудится, от слов своих оправдается, и мы должны действительно сначала выслушивать старших, более авторитетных людей, и потом, когда уже все аргументы исчерпаны, только в этом случае мы можем начать что-то говорить, взвешивая каждое слово и осознавая ответственность его. Вот почему Иеуй говорит сейчас убей меня, Творец мой. Ну, а о чем он будет говорить, какие аргументы будет произносить, если будем живы, Господь позволит, мы будем говорить на следующих занятиях, делая обзор следующих глав. Субтитры